В России в 2019 году пенсии вырастут в среднем на 1000 рублей. Об этом заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов. По его словам, пенсии будут проиндексированы на 7%. Он также отметил, что рост выплат в будущем году превысит темпы инфляции. Повышение коснется только неработающих пенсионеров. Однако депутаты Госдумы намерены просить правительство расширить применение индексации. Пенсии в 2019 году будут проиндексированы на 7%. РТ, пенсию в среднем на 1000 рублей. Безусловно. Это существенный рост, это рост выше инфляции, как и поручал президент в послании, в своем указе. Меньше чем больше чем он составит рост пенсии примерно на уровне 7% к уровню текущего года, цитирует РИА Новости министра. Он напомнил, что обычно пенсия индексируется на уровне инфляции предыдущего года. Так, по словам Силуанова, в нынешнем году она прогнозируется в размере около 3%, а в 2019, на уровне 4,4,5%. В настоящий же момент, как заявляла 19 июня глава Банка России Эльвира Набиулина, инфляция находится на уровне 2,5%. Также по теме курс на долгосрочную финансовую устойчивость, почему в России повысили стаж для получения страховых пенсий РТ обсудил с экспертами порядок получения страховой пенсии в России. Для ее оформления необходимо иметь минимальный трудовой старши. Поэтому в следующем году мы выполним то поручение, которое содержится в указе президента об ускоренной индексации пенсий, росте пенсий пенсионерам в реальном выражении. «Это основная наша задача, и такие необходимые ресурсы и меры будут учтены в законе о пенсионном фонде и, соответственно, в сопряженном с ним законе о федеральном бюджете», — добавил Силуанов. Вопрос не закрыт. Между тем ранее в Министерстве труда и социальной защиты сообщили, что индексация затронет только неработающих пенсионеров. Однако в Комитете Госдумы по труду 16 мая заявили о намерении направить письмо председателю правительства России Дмитрию Медведеву с просьбой дать поручение проработать вопрос о возвращении индексации пенсий работающим пенсионерам. Помимо этого, депутаты предложили возместить этой категории граждан суммы, которые не выплачивались им в предыдущие годы за их отмену и точка напомнил, что индексация фиксированной выплаты к страховой пенсии и корректировка размера страховой пенсии работающим пенсионерам была отменена с 1 января 2016 года. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин в декабре 2015 года. Вместе с тем Дмитрий Медведев во время апрельского отчета в Госдуме заявил, что вопрос о возвращении индексации полностью не закрыт. Мы действительно начисляли индексацию работающим пенсионерам? Какой-то момент мы были вынуждены от этого отказаться, скажем по-честному, только по экономическим причинам. Просто потому, что у нас не хватало на это денег.Это не означает, что к этому вопросу невозможно вернуться, к этому вопросу можно возвращаться, но при этом нужно понимать, что все-таки финансовое положение работающих и неработающих пенсионеров несколько разное. Но, подчеркиваю, этот вопрос не закрыт, говорил он.Повышение в цифрах отметим, что очередная индексация социальных пенсий была проведена 1 апреля 2018 года. Выплаты увеличились на 2,9%, составив примерно 255 рублей. В соответствии с этим в среднем социальная пенсия выросла до 9000 рублей. На эту выплату могут претендовать нетрудоспособные граждане, которые живут в России на постоянной основе. Им она может назначаться по старости, по инвалидности, по случаю потери кормильца, также ее выплачивают детям, оба родители которых неизвестны. Повышение коснулось 3,2 миллиона человек.В нынешнем году расходы на индексацию составят 1,07 миллиарда рублей в месяц и 9,6 миллиарда рублей. В целом точка изменения системы с 2019 года могут вступить в силу изменения в российском пенсионном законодательстве, соответствующий законопроект правительство РФ внесло на рассмотрение в Госдуму 16 июня. Также по теме будет серьезная дискуссия. Осенью Госдума рассмотрит вопрос о внесении изменений в пенсионное законодательство. Решение по внесению изменений в пенсионное законодательство будет принято осенью 2018 года. Сейчас необходимые документы направлены в. Согласно документу, предлагается закрепить пенсионный возраст на уровне 65 лет для мужчин и 63 лет для женщин. При этом предусматривается переходный период с 2019 по 2034 год с ежегодным увеличением пенсионного возраста на 1 год. При этом гражданам с большим стажем – 45 лет. Для мужчин, 40 лет, для женщин, в рамках реформы предлагается давать возможность выйти на пенсию на 2 года раньше установленного порога. Госдума намерена принять окончательное решение по внесению изменений в пенсионное законодательство осенью 2018 года. Сейчас же необходимые документы направлены в регионы и различные общественные организации. Они в течение месяца должны предоставить свои комментарии и рекомендации к правительственному законопроекту. Пока же возраст выхода на пенсию у россиян составляет 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин. В большинстве же остальных развитых стран мира пенсионный возраст составляет 60-65 лет, причем в некоторых государствах нет возрастного разделения для мужчин и женщин. Жизнь сcomings у transitioning к правительству, Субтитры сделал DimaTorzok